В то время, пока коллективы предприятий и организации Ленинского района шли в колоннах по улицам праздничного города, в разных точках Видного разворачивались интерактивные тематические площадки. На улице Садовой развернулась выставка автомобилей. Особое место в ней занимает ретро-техника. Посмотрите, к этим машинам можно прикоснуться, и это особое ощущение, когда ты прикасаешься к истории. Ретро-машины – это часть экспозиции Видновского ПТП. Сюда привезли самые интересные экспонаты, легковые автомобили, а также специальную технику советского времени. Маленький Илюша Чернов с удовольствием забрался на пожарно-спасательный мотоцикл, с которого сумел разглядеть всю выставку. Что тебе здесь еще нравится? Военные машины. Военные машины, да? Гонечные. Мне еще и мне нравится из-за пожарной мотоцикла с мигалкой. Гоночные машины, про которые сказал Илюша, конечно же, обратили на себя внимание посетителей выставки. Одни своими яркими цветами и тюнингом, другие, как вот это, звуком. Машина – это часть души. Вот здесь – часть моей души. Вот эта машина, как бы она еще может иметь какое-то усовершенствование, на ваш взгляд? Да, конечно, в следующем сезоне она покажет себя еще и будет занимать нормальные позиции. Есть соревнования по автозвуку. По автозвуку? Да. Боже мой, там как, кто громче или как? Да, кто громче. Выставляют специальные датчики, вешаются на стекла и замеряются децибелы. Вам есть к чему стремиться еще? Конечно, есть. Можно не сомневаться, что Алексей заберет главный приз в соревнованиях по автозвуку. А вот Дарья, сидящая в автомобиле, который наверняка на десяток лет старше нее, может запросто выиграть в конкурсе «Автоледи ретро стиль», если таково имеется, конечно. В этой красной копейке 80-го года выпуска девушка смотрится удивительно красиво. Машину любите свою? Машину обожаю. А как же? По состоянию видно, как мы ее любим. Участники выставки съехались из разных городов страны, даже из Крыма. Экспозиция необычных авто становится в день города уже традиционной. Мы с администрацией решили немножко разбавить наш праздник, сделать выставку машин, чтобы ребята к нам в город приехали, ну, как бы собрали друзей, так скажем. Вот, они сегодня к нам приехали, мы стоим, общаемся, каждый показывает, что за год сделал нам на своей машине. У каждого есть, как бы, свои определенные достижения, каждый участвует в определенных выставках, у него там есть победы. Посетители могли не только посмотреть автомобили, но и узнать от их владельцев много нового и интересного. А в то же время на стадионе «Металлург» уже сотни людей прошли по выставке достижений предприятий Ленинского городского округа. В этот раз раскинулось порядка 50 разных палаток, и в каждой ужасно интересно. На память о сегодняшнем празднике я решила себя чеканить монетку. Для этого, как мне сказали, нужно поставить ноги на ширине плеч и как можно сильнее ударить по наковальне. Опа! Промазала. Нет, все хорошо. Все хорошо. На удачу. А в соседней палатке один из торговых центров «Видного» устроил для ребятни мастер-классы и угощения. У нас сегодня дегустация пиццы, различные мастер-классы, игротека. Также будет наш робот, можете с ним познакомиться. И будет у нас мастер-класс по косоплетению. «Красота спасет мир», – говорил Достоевский. То же самое утверждают и в следующей палатке, где разместилась цветочная компания. Там, где цветы, там всегда счастье, там всегда красиво. И Ленинский район всегда будет лучшим. Было есть. И мы в нем 15 лет работаем. Это крупнейший в Восточной Европе центр по продаже цветов. Приглашаем всех, обучаем. Самое лучшее, самое красивое только у нас. Мы пропагандируем московский газовый завод с производством бензола, кокса, соответственно. Вот, предлагаем работу, приглашаем всех. А кого ждете на работе? Что нужен вам? Нам нужен машинист-питатель, также, соответственно, молодые специалисты. Вот, у нас есть все флайеры, можете подходить, соответственно, брать. Кто-нибудь заинтересовался? Уже, да, уже брали. Очень много людей. А вот здесь много детей, потому что здесь очень интересно. Расскажите, что вы делаете? Мы изготавливаем медали. Так, к 90-летию. Дети сами или все-таки вы больше? Ну, с горячим клеем мы работаем, поэтому мы помогаем. А вообще что представляете? Детский клуб «Надежда». А вот еще одна палатка, где интересно очень детям. Расскажите, почему, вот, как связано гипсобетон вот с этими вот поделочками? Мы производители гипсового вяжущего, и эти все изделия сделаны как раз из белого гипса. Просто гипсовое вяжущее смешано с водой. Получаются вот такие интересные поделки, которые наши дети с удовольствием раскрашивают. Они сейчас их раскрасят, а вы их потом продадите? Нет, ну что вы, что вы. Это все остается детям. Кто хочет, забирает, кто хочет, оставляет. Конечно, в выставке уже традиционно принимает участие Видновская дирекция киносети. Как обычно, мы представляем то, чем мы гордимся, нашу газету, наши книги, которые мы издаем, и, конечно, работа телеканала нашего, представляем Видное ТВ. Глава муниципалитета Валерий Венцель тоже прошел по выставке. Его интересовало многое, поэтому в каждой палатке он общался с представителями предприятий. А те, в свою очередь, хотели рассказать о своей продукции. В отличие от стандартных подкидных сетов, которые по-печески стоят только иллюзию безопасности, вот эта конструкция, она выдерживает вес взрослого мужчины. И, по сути, обеспечивает пассивную безопасность окна. Самой, пожалуй, вкусной точкой экспозиции была палатка с мороженым. Валерию Венцелю предложили попробовать шоколадные конфеты с начинкой из холодного лакомства. Как истинный джентльмен он сначала предложил угоститься даме. Гости района – заместители у председателя правительства Московской области Марии Нагорной. Очень вкусно! Настоящий слезный, как мороженый. Хороший, как мороженый. В одной из палаток гостей встретил председатель Совета Ленинского районного отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рымша. Он поделился результатами проведенной ими ярмарки вакансий. Сколько соискателей нашли работой? Порядка 50 человек. Заглянула официальная делегация и в нашу палатку, где исполняющий обязанности генерального директора Видновской дирекции киносети Олег Федоров вручил гостям памятный подарок. В 90-летие района выпустили вот такую замечательную книгу. Да. Здесь родина моей ночи. А в это же время на сцене, установленной на стадионе «Металлург», творческие коллективы радовали зрителей яркими песенами и танцевальными номерами. Праздник продолжался. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.